Грибники, друзья мои, всем огромный привет! Рад приветствовать вас на канале Грибомания! Что вам сказать, не удержавшись дома, несмотря на то, что дождь был только позавчера, первый за много месяцев и вряд ли за это время что-то успело вырасти, все-таки выбрались в лес, не очень далеко от дома, все равно 100 километров в принципе. Это у нас Ширяевский район Одесской области. Это больше прогулка, я так подозреваю, еще не знаю, но в общем посмотрим. В любом случае покажу результат какой будет. Тут у нас хвойный лес в основном, вот такие сосны с премиси он кленов, если видите, желтых уже совсем, золотых. Есть акации, в которых мы находили веселки. Тут тоже, это тот лес, в котором мы мокрухи собирали. В общем, сегодня у нас 15 октября, середина осени, вот уже золотая осень совсем, даже у нас на юге. Смотрим, ходим в Ширяевский район Одесской области, еще раз повторюсь. Все интересное покажу обязательно. И вот интересная первая грибная находка. Неожиданная очень. Вот тут, если видите, мох кругом. Такая моховая подстилка, ковер, мягкая, влажная после этих дождей. Ну, позавсерашнего дождя целодневного. И вот прямо во мху, вот как кажется во всяком случае, смотрите. Что это вы видите? Догадываетесь? Вот это иудинные ушки. Урикулярия уховидная, в сосновом бару, в моховой подстилке. Ну, это может только так показаться, конечно, потому что тут буквально пару каких-то маленьких кустиков. Я даже не знаю, а это вот, по-моему, ясеня молодые побеги. И вот стволик маленький, уже погибший, вот он здесь валяется. И вот это на нем спрятана во мху выросла аурикулярия уховидная. Или муэр, который гриб, черный гриб муэр. Ну, мы ее на почин возьмем, вы знаете, вот она, вот сучечек маленький, вот на нем прикрепилась. Там еще молоденький он под ней. Ну, мы сам их вот два плодовых тельца возьмем, те, что побольше. Да. Вот такая вот неожиданность на почин. Ну, идем дальше. Ну, вот попался грибочек. Ага, даже там два их. Мокруха пурпуровая. Она не одна тут. Вот тут два этих. Они такие, а вот этот вот хорошенький, этот какой-то вялый. Сейчас его так вырву. Немножко суховатый, вырос еще до дождя. Этот совсем никакой. Этот, скорее всего, тоже червивый. Ну, посмотрим. А там дальше еще заметил парочку. Один тоже не очень, не очень какой. Ага, вот он. Такой здоровый. Вот, какая ножище. В принципе, может он и хороший. Да, он свежий, но какой-то деформированный, если кто-то ел его. Есть про мокруху пурпуровую у нас видео в этом же лесу. И вот еще один. Вроде нормальный. Вот такой грибочек. Съедобный абсолютно гриб. Такой своеобразной формы, конечно. Сегодня вообще своеобразной. Три штучки в общей сложности. После отваривания становится фиолетового цвета. Кстати, вот я пока вам рассказывал, еще увидел. Но это что-то, тут, видно, срезал. Рядом что-то недовыросло. Ладно, что-то есть. Еще посмотрим. Вот, шли по просеке. Увидел одну мокрушку. Тут вот так вот посредине прямо она не какучая. В общем, вся червивая, сто процентов. Видите? Ну, не суть. Я как бы не сразу ей потрогал. Решил пройтись посмотреть. А вон тут, смотрите, что творится. Вот. Я тут сначала заметил. Потом вот эту маленькую. Я их еще не проверял. Много червивых, честно говоря, вообще даже не знаю, получится что-то взять здесь или нет. Вот еще три. А, ну это плотная. Ну, я думаю, тоже червивенькая. Сейчас посмотрим, какая она. Взрослая. Вот эта молоденькая. Этих три. Ну, посмотрим тоже. Это просто не все. Тут еще есть. Вот. Смотрите. Вот еще одну. Вот этой тоже немножко пустая. То есть это будет плохая. К сожалению. Ну, в общем, вот так вот тут раз, два, три, четыре, шесть штук. Семь даже на одном пятачке. До этого несколько километров ничего не было. Вот. Топаем дальше. Может повезет еще с чем-то. Вот еще две штучки мокрухи попались. Пока больше ничего. Так, вот это вот такая. Я ее потрогал. Там ножка сто процентов червивая. А вот это шедевр, конечно. Посмотрите на эту гребину. На эту ножищу. На этот цвет. Ее отваривать не надо. Она уже какая-то фиолетовая. Вот такая. Вроде тверденькая. Сейчас посмотрим. А, или вырвем ее сначала. Там корнище. Ох, какая ножища. Смотрите. Сантиметров 20. Такая. Не сверх молодая, а по червивости. Так. И хорошая. Посмотрите. Ну, там дальше еще посмотрим. Это первая такая, более-не-менее. Там с той полянки одну молодую только получилось взять. Да? Ладно. Берем и идем дальше. Может еще что попадется. А вот на пеньке каком-то, наверное, ясеня, наверное, тут других-то лиственных, редко попадается. Вот грибы. Сначала подумал, что вешенка. Сейчас посмотрим. Ну, это вроде не она. А нет, она. Да. Вешенка устричная. Обалдеть. Вот в чаще соснового леса. Вот, смотрите, со всех сторон эти сосны большие. Вот эта вот просека такая, вот с такими деревцами. И вешенка неожиданно. Ладно, возьмем, что получше. Да, она нормальная. Я думал, это плесень сверху. Это дождь шел, какой-то мусор, наверное, на ней. Так, вроде, плесени нету. Обалдеть. А первая вешенка в этом сезоне. А вот еще один грибочек. Даже, я бы сказал, представитель грибного царства, потому что так-то он на гриб не очень похож, кто не знает. Ну, это гриб. Дрожалка оранжевая. Зимний гриб, я бы даже сказал, не поздний, а осенний. Вот такой он желеобразный. И съедобен даже вот в сыром виде. Очень полезный. Куча в нем минеральных веществ и витаминов, нужных человеку. Ах, и вот так вот еще одно зимнее чудо. Уже третье сегодня. Аурикулярия, вешенка и вот дрожалка оранжевая. Ну, ладно. Идем дальше. Все, друзья, нагулялись мы. Честно говоря, лес пустой. Размялись. В среду, это у нас сегодня 15 число, а 21 или 20, в общем, в среду едем в большой лес. Надеюсь, там будет лучше. Ну, точно будет лучше. Слышал я, что там грибы уже начинаются. И в следующую пятницу, наверное, в лес Трутовиков, в общем. Незнакомые леса, пока малоизвестные, не будем трогать. Все, возле дороги уже. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до очень скорой встречи. Надеюсь, уже теперь с грибами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!